всем привет добро пожаловать в мою оранжерею совсем недавно у меня был большой обзор моих растений но все растения конечно не покажешь все равно и есть такие растения которые не цветут но очень украшают своей красивой листвой это конечно же папоротники ими очень хорошо украшать интерьер и дома и в офисе и зимнем саду конечно и я сегодня покажу свою коллекцию папоротников и немного расскажу о каждом скажу как я за ними ухожу начнем с самого большого моего папоротника очень такого распространенного нефролепис который у меня находится на заднем плане он у меня стоит вот на такой красивой стойки в красивом кашпо ну конечно кашпо из-за его такой густой листвы не видно ну если правильно я поправлюсь это конечно же не листва и не ветки а ваи нефролепис считается благородным папоротником он очень хорошо очищает воздух благородная пышная зелень как сейчас вы видите и что в нем хорошо это неприхотливость и способность очищать воздух от пыли и болезнетворных микроорганизмов это многолетние травянистые растения конечно же он предпочитает светлое место он любит он любит влажность воздуха я его очень часто опрыскиваю и даже иногда его опрыскивают перекисью водорода это он тоже очень любит и вот вариант украшения интерьера это папоротник платицериум или его еще называют олени рог очень хорошо смотрится на коряги у меня есть видео как я его садила если кому-то интересно можете зайти посмотреть папоротник платицериум это очень эффектно и довольно необычное внешним видом растения и тоже нетребователен в уходе то есть вообще главное тоже чтобы свет на него попадала солнце ему не обязательно то есть он как бы вообще очень хорошо растет вот если вы видите может быть на видео кажется как будто пыль на листиках но это не пыль это такие мелкие мелкие ворсинки которым он улавливает из воздуха влагу их нельзя протирать а так я ему устраивают душ раз в неделю у меня полив раз неделю этого папоротник я уже говорила что он очень эффектно смотрится в интерьере потому что он разрастается вот эти красивые ваи его тоже очень хорошо украшают а вот так что вы видите это у него стерильные листья такие вот то есть они начали растут зелеными а потом становятся вот такими как посушенными но это ничего убирать нельзя это он закрывает корневую систему свою защищает и также накапливается там влага так что я рекомендую выращивать такой папоротник для интерьера следующий вид папоротника это циртомиум он у меня не так давно я его покупала очень маленьким с осени скорее всего и вот он такой вот у меня вырос ну растет я могу сказать не быстро медленно но вот здесь вот я вижу что выкручиваются новые ваечки у него пошел рост видимо чувствует весну стал расти но тоже как и другие виды папоротника он конечно же предпочитает влажность воздуха я его тоже раз неделю стараюсь носить в душ или отпрыскивать его из мелкого поляризатора привлекает к себе раскидистой кроной из блестящих ярко зеленых листьев он станет тоже прекрасным украшением комнаты или зеленой композиции в оранжереи то есть когда он вырастет он просто сейчас маленький и вот у него прям горшка не будет видно он полностью ее закроет своими красивыми листьями он тоже неприхотливый он устойчив даже и вредителям и болезням то есть тоже рекомендую следующий вид папоротника это флиподиум он конечно красив своей листвой вот такой кучерявой и имеет такой серебристый оттенок очень красив он тоже когда взрослые растения у него когда пышная такое становится крона его тоже очень очень красиво смотрится ну как я и говорила это очень красивое лиственное растение из рода папоротников в семействе многоножковые оно распространено в тропических и субтропических лесах по всему миру где является ползучим паразитом вот так но этот паразит очень красив собой но в нашей стране его выращивают как комнатное или оранжерейное растение тоже рекомендую он очень красиво эффектно смотрятся вот эти кучерявые листья я просто видела это взрослое растение там просто горшка не видно он просто сплошной такой очень красиво его очень красиво выращивать под весном кашпо ну наверно как и все остальные папоротни и еще вид папоротника есть у меня вот такой вот называется птерис тоже такое знаете эффектное растение такие изящные у него листья вае это же так растение когда большое она конечно очень хорошо смотрится и птерис у нас даже растет и в краснодарском крае у такого растения имеются изящные листочки которые обладают различными размерами и контурами но следует учесть что вот именно этому папоротнику нужно повышенную влажность воздуха он просто в ней нуждается если ему будет не хватать то у него кончики листьев будут сохнуть и конечно же потеряет декоративный вид и если этот вид папоротника правильно поливать то в принципе его можно легко выращивать домашних условиях ну вот показала все свои папоротники я их всех очень люблю мне они нравятся я их люблю за декоративность листьев эти конечно у меня еще малыши когда они будут большими например они будут выглядеть конечно шикарно впереди нас ждет еще очень много интересного так что подписывайтесь ставьте лайки пишите обязательно комментарии увидимся следующем видео подписывайтесь ставьте лайки пишите комментария